ЗАУРЕЯ КРАМОВНАЯ ОРМАХАНОВА Я имею в виду людям с сердечно-сосудистыми заболеваниями, гипертониками. Ну вообще, люди с сердечно-сосудистыми заболеваниями, в частности, вот точнее, если сказать, гипертоники, они очень метеолобильны. Они очень чувствительны ко всяким перепадам температуры, и у них чаще всего развивается, вот в жаркое особенно время, это гипертонические кризы. Поэтому, ну, как бы первый совет для пациентов, страдающих артериальной гипертонии, обязательно принимать все препараты, которые были назначены врачом, и контролировать артериальное давление, в идеале, конечно, утром и вечером, два раза в день, как минимум, нужно контролировать артериальное давление. И при всех других возможных каких-то симптомах, если головная боль, тошнота, что-то еще беспокоит, обязательно нужно мерить давление, и иметь всегда при себе препараты для скорой помощи. А вообще, чем страшен вот этот сезон? Вот эта вот высокая температура, вот этот сухой воздух, вот эта нехватка влаги? Ну, вообще, сухой воздух, жара, это, как правило, высокое потоотделение, да, испарение жидкости с поверхности кожи, это влечет за собой сгущение крови. А раз сгущение крови, то это опасно всякими сердечно-сосудистыми осложнениями, в том числе инфаркт, миокарда, инсульт, это большая опасность для наших пациентов. То есть, вот это кисель сердцу трудно перекачивает, да, и получается, ну, а что, тогда давайте поговорим о питьевом режиме, да, то есть, мы говорим, что в среднем человек, здоровый человек должен выпивать не меньше 2 литров жидкости. Касается ли это всех, абсолютно всех, или есть какие-то ограничения? Да, и также и наших больных это, конечно, касается, за исключение пациентов с сердечной недостаточностью, у которых есть сниженная фракция выброса с левого желчка, которые не могут, ну, вообще задыхаются, с отеками, им, конечно, потребление жидкости ограничено. А всем остальным пациентам не менее 1,5-2 литров жидкости воды, чистой воды в день, причем потреблять нужно не большими там кружками или прям литрами, а просто глотками в течение суток. То есть, постоянно пополнять запасы. Ага, хорошо. Ну, а вообще, какова ситуация на сегодня? Вот из общего количества больных, сколько именно попадает к вам сейчас вот из-за погоды? Ну, можно сказать, наверное, больше половины таких пациентов, причем сейчас наши вот сердечные сутки заболевания, они молодеют. Если раньше это были в основном пациенты пожилого возраста, сейчас уже 30-40 лет, это для нас как бы не новость. И такие пациенты в основном, которые даже вот после бани, даже после всяких, ну, я не знаю, нагрузок физических поступают молодые пациенты. То есть, в жаркое время года нужно вести себя спокойно, да, вот во всех смыслах слова, да, то есть не перегружать и без того не усиливать работу вот нашего организма. Я знаю, ему и так тяжело. Хорошо. А в чем ошибка, вы считаете, самих больных? Потому что, наверное, на 80% все равно все зависит от самого больного, да? Конечно, конечно. Очень большое значение имеет это, если вовремя вызывают скорую помощь. Если вовремя. И то есть они, каждый пациент, который находится у нас на лечении, он проходит школу сердца. У нас есть такая школа сердца организована, когда мы каждый день читаем лекции пациентам, как им нужно вести себя при каком-то остром приступе или при повышении артериального давления. Соответственно, мы их обучаем, какие препараты нужно принимать и как себя вести вообще при таких ситуациях. Но если определенные таблетки не помогают, то обязательно нужно вызывать скорую помощь, потому что ждать и надеяться, что в течение часа или двух-трех часов эти таблетки еще будут помогать, это неправильно. Поэтому нужно, самое главное, вовремя вызвать скорую помощь и просто спасти себя. То есть не жалеть бригаду. Да, потому что по последним данным, ну вот мы мониторим, то есть у нас такие данные, что около полутора тысяч вызовов в день сейчас в связи с вот такими рекордами температурными. Из них, конечно, ну около 90% это люди с сердечно-сосудистыми патологиями. То есть если что-то беспокоит, нужно не надеяться на себя, нужно обязательно вызывать скорую помощь. Нет, каждый пациент, особенно хронический, ну как мы говорим, хроник, он знает же, как он чувствует, когда повышается артериальное давление, знает свои симптомы. Поэтому нужно, конечно, иметь при себе тонометр обязательно дома, чтобы он мог самостоятельно померить давление. Не на всякую головную боль, конечно, вызывать скорую помощь. Или, например, тошнота или что-то, это не обязательно гипертонический кризис. Нужно обязательно померить артериальное давление. Принять сначала таблетку, которая есть дома под рукой для снижения артериального давления. Если она не помогает, только в тех случаях, конечно, это большая нагрузка. Потому что скорая помощь зачастую запаздывает тому пациенту, которому она действительно нужна. Хорошо. Скажите, пожалуйста, Зория Икрановна, а вот мы поговорили в частности про питьевой режим, да? Ведь очень многое зависит от питания в этот период. Что усугубляет состояние человека? То есть, наверное, тяжелую пищу тоже нужно исключить в это время? Ну, вообще, наверное, это касается не только этого времени, вообще это касается нашего... Образа жизни в целом, да? Образа жизни в целом. И в любой сезон, и зимой, и летом, конечно же, жирную, тяжелую, вот эту насыщенную пищу вообще рекомендуется ограничивать. Соленую пищу вообще сейчас соль не приветствуется ни для каких заболеваний, ни только для сердечно-сосудистых. Поэтому, конечно, лучше сейчас, тем более сезон овощей, фруктов, лучше, конечно, обогащать лиц сон такими продуктами. Хорошо. Скажите, пожалуйста, ну вот люди с сердечно-сосудистыми заболеваниями, да, и, конечно, не в острой стадии, да, и гипертоники, но они же тоже люди хотят отдохнуть, да, сезон отпусков. Какие рекомендации вы можете дать тем, кому предстоит, может быть, перелет? Или даже если не перелет, то смена часовых поясов, смена климата. Как быть в этом случае, к чему нужно быть готовым? Конечно, они могут позволить себе отдохнуть и куда-то слетать, но только в тех случаях, если у них стабильное, стабильно нормальное давление. Потому что если есть пациенты, которые склонны к злокачественному течению гипертонии, таким пациентам не рекомендуется. Конечно, перелеты, вот эти дальние, в жаркие страны, конечно, не рекомендуется. Если у вас стабильно нормальное давление, которое контролируется вашими препаратами, которые принимают пациенты наши ежедневно, если они в пределах норм, показатели артериальной давления, тогда, конечно, это не запрещено. Но если у вас какие-то, что-то вас беспокоит, в любом случае, конечно, нужно проконсультироваться со своим врачом и получить разрешение, что ли, от врача. А как быть с аптечкой, которая должна быть? Обязательно. Не должна быть? Обязательно, конечно. У наших пациентов всегда должны быть препараты под рукой. Как мы говорим, таблетка в кармане, обязательно должны быть эти таблетки. Ну, наверное, каждый из людей, которые страдают такими проблемами, знают, что должны быть. Должны знать. Ну, хорошо. Ну, вы сами в отпуске. Мы знаем, что у вас второй день отпуска сегодня. Ну, мы просто прощения, что, видимо, значит, это было так нужно для всех ваших советов, потому что действительно сезон отпусков, а людей, страдающих с отблеванием, очень много. Я думаю, что ваши ценные советы сейчас, которые вы озвучили, многим пригодятся. Спасибо вам большое за то, что нашли время для нас. Хорошего вам отпуска. Спасибо большое. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо. Субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо.